В поисках 4-летний болжан принимали участие все жители улицы. Семья девочки проживает возле реки Качкарата. И когда ребенок пропал, первая версия, которая появилась у горожан, девочка упала в воду. О происшествии сразу же сообщили полицейским. Примерно в 9 часов вечера на пульт дежурного Абайского РОВД поступило сообщение о том, что на углу улиц Павлова и Молдогулы в речку Качкарата упала и утонула 4-летняя девочка. На место вызова сразу же выехала оперативная группа. Вскоре на место происшествия прибыли водные спасатели. Взведенные жители улицы требовали привлечь к поискам все имеющиеся средства, в надежде, что это поможет помочь в спасении ребенка. Но, как позже объяснили на брифинге специалисты департамента ПЧС, применение оборудования было невозможно. Надо понимать, надо с понятием относиться к работам спасателей. Это тоже нелегкая работа. Надо понять, та вода, которая, вот, Кашкарата, речка, она грязь, мусор, видимость ноль. Именно там глубина мелкая, поэтому водолазный аппарат и маски используют там бесполезно. Почему? Потому что это мелкая вода была. К сожалению, девочку спасти не удалось. Ее тело спустя два часа спасатели извлекли из воды и передали родственникам. С начала года в водоемах области уже погибло 35 человек, 26 из них дети. Как говорят сотрудники департамента ПЧС, все случаи произошли на неохраняемых водоемах, вследствие грубого нарушения правил безопасности на воде. Как показывает анализ, дети, оставленные сами себе без присмотра со стороны взрослых, утонули в каналах, ворыках, поливнях, которые находятся на своих приусадебных участках, в бассейнах и в открытых колодцах. Если остановиться на причинах смерти взрослых, то это, как вы все знаете, это отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде. Также несоблюдение мер безопасности на воде, умение плавать во время ловли рыбы и распития спиртных напитков. Самое большое число гибели людей на воде зарегистрировано в Сарагашском, Махтаральском районах и в Шимкенте. На эти регионы приходится больше половины несчастных случаев. В областном центре власти начали реконструкцию берегов каналов и рек. Это должно снизить количество трагедий. Но единственной гарантией от несчастных случаев, говорят спасатели, будет только неукоснительное соблюдение правил безопасности на воде.